всем привет меня уже представили сегодня поговорим о оружии но перед этим пару слов о нашей компании вот неполный список клиентов с которыми улиц графикс работает самый крупный activision warner brothers много других если говорить о пропсах веклах оружие самых крутых штуках мы делали все для последних частей call of duty я делал лично оружие для вв2 и для black ops 4 мне недавно как раз обрубили несколько работ для вв2 и вот я вам покажу чуть-чуть что у меня есть это пистолет пулемет и вот такая винтовка о чем мы сегодня поговорим я бы хотел поговорить о создании лоу-поли моделек но с точки зрения художника который допустим еще не работал в студии на три пола и проектами то есть на своем примере я когда приходил в улиц я нигде не работал до этого меня очень была интересна эта тема я для портфолио делал пушки и в принципе знал как выглядит весь pipeline то есть хай поле лоу поле боев текстуринг но когда пришел в компанию выяснилось что есть много нюансов которые которых я не знал вот поэтому делать доклад полностью про любую оптимизацию в смысле всю оптимизацию оружия это был бы слишком большой доклад а в плане тех вещей которые допустим люди не знают как по мне было бы интересно поэтому больше всего я хочу сфокусироваться на лоу поле стадии потому что допустим хай поле стадия неважно как она сделана лишь бы хорошо выглядела ваша моделька и большая свобода в данном случае есть если же говорить о лоу поле стадии то здесь каждый этап важен и поэтому нужно знать очень много разных нюансов иметь ввиду и вот с такими нюансами я столкнулся когда пришел на работу мне дали первый проект и начал их делать ну начнем с поликаунта я когда только начинал старался делать поликаунт как можно меньше чтобы было максимально оптимально чтобы было меньше поликов но на самом деле на данный момент так делать уже не надо то есть например в call of duty 16 года была винтовка от 70 тысяч треугольников это как бы 16 год довольно давно и если мы говорим о оружии от первого лица то поливому можно не жалеть вообще то есть для примера вот пистолет это 10 тысяч треугольников абсолютно нормально а если у нас винтовка с обвесами с дополнительными какими-то гаджетами то до 100 тысяч треугольников абсолютно нормально никаких проблем с этим не будет и отсюда соответственно вытекают такие вещи как впекание или промоделивание вот вы видите слева картинку допустим это пины или болтики сбоку пистолета обычно если вы работали уже на над пропсами какими-то то стандартный пример будет это запечь эти вещи в плоскость на текстуре и это будет правильно в принципе но если мы говорим о оружии от первого лица то сейчас уже можно абсолютно все промоделивать и это будет очень выигрышно смотреться на вашем оружии потому что оружие у нас это считайте 30 процентов всего экрана мы видим очень близко и все детали видны и соответственно вот вот эти пины если мы их по моделям то сбоку они будут создавать силуэт и мы будем видеть разницу она впечено или промоделено поэтому не стоит жалеть поле как на такие вещи и в принципе сейчас в оружии абсолютно любые детали можно промоделивать то есть абсолютно нормально это хорошо таким образом второе на чем стоит заострить внимание это цилиндрические формы вот на правой картинке на любой пушке есть цилиндрические формы это ствол еще что-нибудь такое поэтому тоже надо максимально внимание уделять вот этим штукам то есть не жалеть полигонов на цилиндры добавлять как можно больше ничего в этом страшного нет самое главное чтобы силуэт выглядел плавно не было угловатости но это не значит что на плоских поверхностях стоит халявить или не оптимизировать сетку то есть мы тратим полигоны туда куда надо а там где не нужны делаем оптимально далее шейдинг такое понятие что такое шейдинг шейдинг это по факту как ваша нормаль вашего полигона отображается в программе в которой вы работаете вот это скриншоты из мая слева пример хорошего шейдинга справа пример плохого шейдинга это пример утрированная взял свою модельку просто накинул на нее софт и джи полностью но чтобы была видна разница то есть слева у нас лоу поле модель максимально похоже на хай поле модель то есть выглядит красиво нет никаких артефактов искажений справа мы видим какие-то ошибки в шейдинге искажения и это плохо то есть шейдинг это по факту подложка под запечку вашей нормалки и чем лучше у вас шейдинг выглядит тем красивее у вас будет выглядеть финальная модель и но на основные инструменты воздействия на шейдинг это очевидно добавление большее количество геометрии и также если у нас этот вариант не устраивает проставление хардов вот мы здесь видим на гивке у нас допустим есть форма изначальный шейдинг недостаточно корректно отображает ее изначальную форму и нам нужно это пофиксить вот слева я просто добавляю глупы и таким образом у нас модель шейдится лучше мы больше понимаем ее форму но это как бы самый лучший способ при этом у нас все на софтах но и самый затратный способ потому что у нас используется большое количество полигонов хоть у нас и много бюджет по поликам но тем не менее при таком способе очень многое добавляется лишних если же у нас ограничения по поликам мы можем поставить просто харды что должно накладывать свои ограничения если у нас есть хард то в таком случае нам надо делать разрез на юв поэтому принципе хороший шейдинг это баланс между софтами и хардами добавление необходимой геометрии и я крайне советую всем начинающим кто начинает работать настраивать шейдинг во время лоу поле стадии таким образом чтобы вы прям по ходу ретопологии могли знать где вам добавить допустим дополнительную геометрию где вам поставить хардэдж потому что многие люди они допустим сделали перед опологию развернули запаковали и только потом уже берут и шейдинг настраивают по хардам допустим это не сам ну то есть этот способ сработает конечно это не самый корректный способ мы сможем более оптимально сделать если изначально опираться на шейдинг далее текстиль дэнсити точно так же я когда приходил на работу мне давали тестовое задание я начал его делать сказали нужен текстиль дэнсити такое-то и я понятия не мил что такое текстиль дэнсити приходилось как-то выяснять гуглить что такое текстиль дэнсити это по факту количество пикселей на текстуре которая соответствует физическому размеру вашего объекта на примере вот слева картинку мы видим на юбил пространстве у нас развернут ствол пистолета допустим на текстуре 2к он длиной в 10 пикселей справа мы видим сам ствол который развернут и предположим что у него длина 10 сантиметров таким образом текстиль дэнсити у нас будет один пиксель на сантиметр зачем текстиль дэнсити нужен это термин пришел из environment art для того чтобы абсолютно все объекты на уровне имели одинаковое разрешение текстур то есть предположим у нас есть уровень у нас есть две бочки одна маленькая другая большая если одинаковую текстуру допустим 2к применим к большой к маленькой то у них плотность текстуры будут отличаться то есть маленькая бочка будет у нас крайне плотная и детализированная большая бочка будет размыленная таким образом чтобы избежать таких проблем появился термин текстиль дэнсити и в оружии точно также применяется не настолько часто как допустим в environment но в оружии точно также очень часто бывает что клиент допустим задает необходимые текстиль дэнсити но при этом не задает конкретные текстуры которые нам нужны и отсюда то есть мы должны сами сделать текстиль и потом уже вы есть посчитать сколько нам нужно конкретных текстур раньше когда я вот начинал было довольно проблематично посчитать текстиль приходилось колхозе те как-то придумывал танку это кубик вставлял накладывал на него текстуру сейчас вот допустим в 2018 майке есть специальный инструмент в юге эдиторе в трансформе текстиль дэнсити вот справа он есть вы выбираете ваш shell нажимаете get и вам выдает числовое значение в зависимости от разрешения текстур точно также вы можете выбрать любой shell задать цифру нажать set и текстиль дэнсити будет такой как вы задали то есть это довольно просто теперь отсюда следует другой не менее важный инструмент это распределение текстиль дэнсити предположим что вот желтоватый цвет вот этот это наш необходимый текстиль который нам задали допустим мы должны его придерживаться чем краснее цвет становится тем текстиль на становится больше то есть текстура плотнее детализация больше чем более голубой или какой-то цвет зеленовато-голубой тем текстиля меньше если прием вот с красным текстилем он не часто используется он чаще всего используется в оружии допустим от первого лица потому что когда мы держим пистолет мы вот эту вот заднюю часть видим чаще всего и было бы неплохо добавить туда текстиль дополнительные что вот эта часть которая прямо на лицо мы ее видели она была более детализированная с другой стороны допустим менее детализированы туда куда мы не смотрим она нам не надо этот прием не часто используется то есть пропсах он почти никогда не используется потому что пропсы видно зачастую со всех сторон а вот приеме с голубым текстильным вот это прям вообще must have то есть абсолютно вне зависимости от того какой объект вы делаете оружие проб свекл с голубым текстильным всегда надо делать то есть точно такой же пример у меня был когда я делал тестовая в улиц мне дали генератор квадратный и я его затекстурил развивешил и вот у него днище было которое принципе никогда никто не увидит он не переворачивается никак ничего с ними происходит я его развивешил абсолютно такого размера какой как все остальное точно так же было то есть он занимал грубо говоря там четвертую часть моего всего любви пространства и это было крайне не оптимальное использование текстуры потому что та часть которую мы никогда не видим использовал очень много пространства таким образом вот те вещи те места допустим где мы не хотим добавлять дырку или оставлять пустое пространство мы его заполняем геометрией но на текстуре мы крайне маленькие шеллы делаем и экономим много пространства это вот крайне важный инструмент им надо пользоваться еще один не менее важный инструмент это reuse или повторное использование текстуры я постоянно использую даже в работах для портфолио потому что он экономит точно так же и пространство предположим у нас есть пистолет у него рукоять с двух сторон симметричная то есть одинаковая и почему бы нам не использовать одну и ту же текстуру для обоих сторон и вот здесь на гильке видите слева все что красным отмечено оно повторно используется то есть на ее пространстве оно одно она модельки у нас оно в двух листах используется данный прием экономит вам огромное пространство на юли а также экономит огромное время на текстуринге потому что текстурить вам по факту нужно только одну сторону соответственно все свои силы все свое вдохновение можете вложить в одну сторону но будет выглядеть с двух сторон одинаково но есть небольшой минус когда мы резаем если у нас есть надписи логотипы какие-то цифры текст то он будет симметричен то есть с одной стороны будет хорошо читаться с другой стороны он будет флипнутый зеркаленый в таких случаях есть такая уловка можно использовать либо цифры либо буквы которые читаются с двух сторон то есть 008 121 в другую сторону точно также читается другими цифрами но читается то есть это как бы жертва на которую стоит идти ради того чтобы у нас качество было лучше поэтому тем более это еще этим рукоятка за которой всегда держится и не видно то место где держится поэтому крайне важный прием его стоит использовать всегда далее ровные ювишелы тоже крайне важная штука здесь я максимально приблизил чтобы было видно я запек два кубика с одинаковой текстиль дэнсити и с одинаковой текстурой здесь помню 256 на 256 но различия в кубике слева у нас все ювишелы расположены идеально горизонтально и вертикально на кубике справа все шелы повернуты чуть-чуть под углом и и вот уже можете увидеть разницу что те шелы которые ровные они грубо говоря пиксель в пиксель идут по вертикали по горизонтали и таким образом создают хорошую красивую фаску она у нас ровно выглядит если же у нас шелы повернуты чуть-чуть то мы можем видеть эффект лесенки это крайне некрасиво то есть для игровых разрешений текстуры это крайне полезно и это можно увидеть потому что в играх всегда используется маленькое разрешение то есть вы там для портфолио можете себе сделать 4к оно прям вообще круто будет смотреться но для игр всегда разрешение меньше поэтому на маленьком разрешении такие вещи будут смотреться поэтому если любая у вас есть прямоугольная как прямоугольный шел какой-нибудь его нужно выравнивать даже если там это не идеально прямоугольная форма на самом объекте я его специально выравниваю чтобы на uv он был ровный далее мип маппинг и паддинг что такое мип маппинг допустим у нас есть в игре объект и если игрок отходит от объекта дальше то моделька этого объекта меняется на другую модельку менее полигональную точно так же с текстурами чем дальше мы отходим от объекта тем меньше текстура применяется к данному объекту то есть у нас допустим есть объект на 4к текстура у него мы отошли дальше текстура подменилась на 2к еще отошли дальше текстура заменилась на 1к этот прием экономит много ресурсов вашего компьютера когда вы играете в игры и что такое паддинг причем здесь паддинг паддинг это вот красным я выделил справа это расстояние между вашими uv shell чем меньше это расстояние тем сложнее при мип маппинге будет корректно отображать ваши текстуры чем меньше у вас расстояние между shell то при мип маппинге у вас shell будут заходить друг на друга потому что разрешение уменьшилось и расстояние еще меньше стало таким образом паддинг всегда надо держать побольше и хотя бы следить за ним чтобы он везде был равномерный поэтому это тоже важно то есть для персональных работ каких-то это в принципе все равно какой у вас паддинг но если вы делаете для каких-то проектов для клиента то на это стоит обращать внимание триангуляция вот это вообще супер крайне важный аспект тоже многие не знают зачем это надо что такое триангуляция это грубо говоря триангулирование ваших поликов у вас полики прямоугольные квады вы соединяете два вертекса и у вас два треугольника выходят зачем это надо любой движок который работает с геометрией он модель триангулирует и то есть отсюда любое то есть unity unreal даже мармасет если вы закинете вашу модельку в мармасет у вас будет триангуляция это вы можете не увидеть но по факту движку нужно стриангулировать вашу модель чтобы корректно отобразить зачем триангулировать если у вас допустим ровные поверхности какие-то важно упомянуть что триангулировать нужно перед бейком если у вас есть какая-то ровная поверхность и у вас там квады то все хорошо никаких проблем тут не будет в зависимости от того как вы стриангулируете ваш полигон его геометрия не изменится но бывают такие полигоны вот как на рукоятке когда полигон не идеально ровный он чуть-чуть кривой и вот тут уже в зависимости от того вот на правой гибке как мы соединяем вертексы его форма меняется то есть до этого он был вогнутый и теперь он выпуклый и если мы скажем в квадах все запекаем то наш бейкер допустим он каким-то своим образом триангулирует вашу модель и на базе этой триангуляции выдает вам нормалку если же вы потом эту модель закинете в какой-то движок допустим где вам надо то не факт что ваш движок стриангулирует точно так же если у вас будет несоответствие вашей нормалке с триангуляцией то у вас будут ошибки у вас будут артефакты моделька будет не идеально смотреться поэтому в таком случае чтобы быть 100% уверен в том что ваша нормалка будет везде красиво смотреться триангулируете ваш меш перед запечкой и тогда везде будет хорошо красиво выглядеть ну и напоследок по поводу оптимизации хотел бы сказать про градиенты на нормалках то есть если мы все пункты которые до этого перечислил у нас шейдинг хороший мы стриангулировали все правильно сделали нормалка будет выглядеть вот как слева то есть она будет грубо говоря залита одним цветом по факту конечно нет но будет стремиться к тому чтобы у нас все было залит одним цветом а градиентная информация будет находиться по фаскам вот справа пример плохой нормалки с большим количеством градиентов почему градиенты это плохо ну если вы делаете допустим опять работу для портфолио вы запекли у вас градиенты но вы применили вашу нормалку вроде все выглядит неплохо ну как бы да действительно все выглядит неплохо но текстуры это крайне самая затратная часть любой игры то есть вот вы качаете там игру на 150 гигов и вот 100 гигов это текстуры это все текстуры и текстуры конечно же не используется такого качества которого вы делаете их они все компрессируются и компрессия она грубо говоря ухудшает качество текстуры и вот в тех местах где у вас есть градиенты будет лучше всего видна компрессия у вас будут артефакты будет некрасиво смотреться поэтому очень хорошо иметь у вас ровную нормалку чтобы у вас цвет был одинаковый и равномерный и тогда при компрессии в тех местах ошибок не должно быть ну они конечно будут но намного меньше чем если с градиентом поэтому точно так же то есть вы проделали все ваши этапы все сделали запекли и смотрим на нормалку в каких местах у нас градиенты где еще можно подправить тоже крайне важная вещь теперь я хотел поговорить немного про текстуринг изначально я хотел полностью сделать доклад про текстуринг но потом подумал что это было бы слишком субъективно я бы рассказывал о том что мне лично нравится и потом я подумал почему бы не рассказать о тех вещах которые я допустим делаю в текстуринге вне зависимости от того какой-то материал какой-то объект то есть что угодно проб с оружие в оружии это намного лучше применяется потому что у нас больше детализации текстур больше текстель больше разрешения можно разгуляться грубо говоря поэтому перед этим я хочу сказать как удобнее и отправлять вашу модельку в сабстанс допустим вы сделали модель пистолет у вас он все весь собран нормалка все выглядит красиво вы закидываете в сабстанс и допустим у вас есть места куда трудно достичь допустим там какую-нибудь внутренность магазина или внутренность рукоятки куда магазин вставляется до них сложно добраться поэтому я делаю обычную модель собранную дублирую ее отвожу вверх и раскидываю ее на мелкие детали таким образом чтобы я мог одновременно видеть как выглядят текстуры на полностью собранном пистолете и как текстуры выглядят на каждом отдельном объекте вот так же еще очень полезно повернуть пистолет на 90 градусов потому что в сабстансе источник света нельзя регулировать по вертикали то есть только по горизонтали если повернуть на 90 градусов то хорошо можно будет смотреть что у вас сверху и снизу пистолета как у вас текстура выглядит ну а теперь вот базовые вещи которые я делаю при текстуринге это еще раз те штуки которые абсолютно для любых объектов подойдут они будут хорошо работать и я это делаю вне зависимости от того какой объект, какой материал, что угодно первое это edge wear то есть износ по краям справа вы будете видеть не финальный результат а преувеличение, скажем так, данных эффектов просто чтобы вы понимали о чем я говорю потом я вам покажу как это выглядит уже полностью нормально износ по краям это главный инструмент процедурного текстурирования в substance допустим при помощи генератора это как бы самое мощное устройство в substance, которым нельзя не пользоваться если мы посмотрим на любой объект в реальной жизни который был в употреблении на любом материале будет износ по краям поэтому не надо делать прямо настолько сильно но немного высветленные края это крайне важно я их всегда делаю в любом объекте в противовес краям это cavity dirt или затемнение или грязь в впадинах таким образом вот эти два эффекта то есть это не обязательно должна быть грязь это просто может быть затемнение вот эти два эффекта они создают самый главный объем вашему предмету и его намного лучше читать издалека вы можете понять его форму лучше и что самое главное это точно так же соответствует реальным объектам в мире то есть всегда будет какая-то грязь которая будет попадать в выемки на вашем объекте и при этом края этого объекта будут стираться поэтому это абсолютно нормально я это всегда делаю далее вариации тоже крайне важный аспект когда я текстурирую я стараюсь чтобы ни один канал на моей текстуре не был залит одним цветом то есть если у нас есть заливка одним цветом это плохо то есть на диффузе на глоссе нормалка должна быть не цветом залита ни один канал не должен быть без вариаций точно так же если мы посмотрим на любые объекты в реальном мире то есть не бывает одинаково равномерного цвета везде есть какие-то вариации допустим на дереве он не коричневый он чуть-чуть светлым с темным зеленый красный то есть абсолютно все цвета всегда присутствуют на всех предметах поэтому вариации это крайне важно точно так же на глоссе то есть у вас не бывает одинаково идеально глянцевый объект то есть его залапали допустим где-то он потерся всегда бывают вариации градиент тоже важный инструмент особенно для современных материалов которые не так легко загрязняются и не так легко изнашиваются как старые когда у нас есть переход вот здесь видно когда у нас есть переход от одного цвета к другому то есть у нас вот рукоятка пистолета снизу она чуть-чуть темнее чем больше мы кверху идем тем больше у нас градиент это точно так же добавляет более интересности объема и скажем если это вообще вот какие-то продолговатые предметы типа там лопата или грабли то вот рукоятка с градиентом будет очень красиво смотреться ну и напоследок это уникальные маркировки это какие-нибудь царапины большие циферки какие-нибудь опять это все просто для примера я так не текстурирую крайне важно и вот финальный финальный вид вашего объекта задается вот уникальными маркировками то есть это те вещи на которые падают в глядь сразу но одна проблема что вот новички часто бывают делают уникальные штуки с самого начала то есть они создали какой-то базовый материал и сразу бросаются в какие-то там зарубки царапины какие-то цифры это неправильно последний пункт можно применять только тогда когда у вас есть хорошая база если у вас все вот edge виры cavity dirt вариации градиенты все у вас это есть уже создают красивый базовый материал тогда можно добавлять какие-то уникальные вещи то есть грубо говоря текстура ваша без уникальных вещей но с хорошей базы будет до сих пор работать то есть будет все равно красиво выглядеть если же вы не потрудитесь над базой но добавите каких-то уникальных штук это не будет хорошо смотреться то есть над базой всегда надо стараться работать ну и вот пример того уже как у меня есть базовые материалы и примерно через 50 слоев в substance он превращается в финальную текстуру я вам покладываю чтобы была видна разница то есть edge виры, cavity dirt все эти вещи вот крайне мало и слабо дают информацию то есть не нужно преувеличивать эти штуки но если их много и правильно расположить то будет создаваться правильный эффект далее история и места интереса это банальный тезис будет что каждый объект должен рассказывать свою историю это понятно но тем не менее он работает то есть у каждого объекта должна быть своя индивидуальность и он действительно может рассказывать какую-то свою историю вот слева допустим на зеленом автомате облупленная краска на рукояти в том месте где мы держались допустим циферка 5 яркое пятно которое абсолютно не важно что это значит но создает эффект того что пользователь пользуется этим предметом то есть он сделал эту цифру то же самое вот внизу на рукояти мы не сильно видно там есть резинка для волос то есть это уже не элемент текстурирования но тем не менее это вот инструмент рассказывания истории и в оружии это очень хорошо работает потому что мы всегда рассматриваем оружие кругло его всегда видно и есть все инструменты для того чтобы рассказать историю также места интереса что такое места интереса вот допустим на правой картинке вот здесь мы видим очень много информации на геометрии то есть у нас здесь есть какие-то сечения отверстия, буквы то есть есть за что зацепиться взглядом с другой стороны вот здесь мы видим большие пустые пространства и вот самое главное не упускать эти пустые пространства и стараться туда добавить что-то то есть если у нас есть пустое место где ничего не происходит обязательно туда нужно что-то интересное добавить по крайней мере я стараюсь так всегда делать чтобы было интересней чтобы в любой точке вашего оружия были какие-то интересные штуки будь это информация на геометрии либо же информация на текстуре то есть вот справа на пистолете-пулемете я добавил циферку яркую внизу царапины круговые отпечатки пальцев, залапанности какие-то то есть вот здесь мы видим это как бы черный материал здесь черный металл, черный пластик очень сложно разгуляться вот допустим я добавил цифру яркую чтобы хоть как-то разбавить такие вещи и плюс современный материал с ним сложно работать потому что пластик он не изнашивается ну как, понятное дело изнашивается но не так как дерево какое-нибудь поэтому места интереса это вот крайне важная штука то есть вот слева допустим видите царапины на больших открытых пространствах то есть нужно заполнять пространство самое главное я оставил под конец это референсы референсов много не бывает вот это пример моего референс-борда для пистолета который я искал для текстурирования то есть у меня разные референс-борды для текстурирования для моделинга, вот это для текстурирования скажем если мне дают таск на 15 дней то я могу смело потратить целый день на то чтобы собирать референсы потому что вот референсы это залог хорошей текстуры и я крайне не советую использовать чужие работы для того чтобы делать свои текстуры потому что это уже интерпретация интерпретации а если вы увидите что-то в реальной жизни и по-своему вы интерпретируете это действительно даст какой-то уникальный результат и оно будет смотреться интересно также немаловажно не только собрать все эти референсы но и уметь правильно их читать то есть особенно с современным оружием потому что если у нас скажем какое-нибудь оружие выгнан Второй мировой которое успело побывать там и под гусеницей танка и на дне океана и в бункере у Хитлера с ним может произойти все что угодно то есть и деревянный приклад будет с выбоинами с царапинами то есть оно будет очень ярко видно и хорошо заметно с современным оружием не так то есть по факту с современным оружием у нас используется пластик металл пластик не скучный материал очень сложный износ какой-то найти металл тоже по современному обработан не просто краской покрыт а какая-то стойкая краска не изнашивается так сильно как допустим старые какие-то пушки но это только на первый взгляд если уметь правильно читать референсы то точно так же можно найти все эти штуки то есть вот допустим на металлическом слайде мы можем видеть градиент то есть по центру у нас светлее ближе к правой стороне у нас темнее становится износы по краям точно так же у нас они на слайде на металле есть вариации по цвету здесь может не сильно видно но цвет абсолютно неоднородный на все металлические предметы которые здесь посмотрим нет ни одного металлического предмета с одинаковым цветом то есть у нас слайд одного цвета ствол выглядывает другого цвета пины красным отдают потому что допустим она окислилась по центру пин еще какого-то еще другого цвета то есть вариации есть то есть по факту все эти пункты которые перечислены они вот уже есть здесь точно так же на пластик можно посмотреть он допустим где-то более глянцевый где-то вот в месте где красные пины он чуть-чуть светлее потому что допустим чаще вынимали спины чтобы разобрать оружие в том месте износ пластика идет чуть-чуть больше таким образом крайне важно собирать референсы и уметь правильно их читать из источников для референсов могу посоветовать вам онлайн аукционы оружия потому что там зачастую оружие уже поддержанное и также там есть хайрезные картинки то есть разрешение большие и вот это допустим фотка из онлайн аукциона в принципе это все что я хотел сегодня сказать перед тем как мы перейдем к вопросам хочу сказать что вот этот пистолет это часть моего туториала который я полностью записал с самого начала до конца с полной озвучкой если кому-то интересно можете ко мне подойти я вам дам ссылку на бесплатный туториал если вам это интересно далее это еще не все секунду мы всегда ищем новые таланты если вы чувствуете себе силы и желание работать с нами то подходите ко мне или подходите к нашей стойке у нас здесь есть Улисграфикс и мы всегда будем рады новым людям вот все по всем пока ну а на ну ну